Доктор Гастроэнтеролог Наталья Адонцу За последние годы увеличивается количество людей с почечной недостаточностью Проблема в том, что это необратимое и прогрессирующее состояние Для многих гемодиализ на аппарате искусственная почка – это единственный способ избавить свой организм от токсинов В студии заведующий отделением гемодиализа Юлий Гузенко Доброе утро, доктор Доброе утро Из организма токсины выходят несколькими путями И все знают, что печень – это основной орган, который обезвреживает и выводит токсины А почки – это второй орган детоксикации Давайте поговорим о них Да, почки являются тоже выделительным органом и очень важным в нашем организме Почки выполняют несколько функций Одна из ее главных функций – это выделительная То есть она выводит продукты метаболизма нашего организма Также происходят процессы фильтрации и реабсорбции То есть почки фильтруют кровь Оттуда вырабатывается первичная моча с токсинами И уже потом вторичная моча То есть на пути превращения первичного во вторичного происходит реабсорбция То есть обратное всасывание питательных веществ, нужных нашему организму Излишек этих веществ, соответственно, тоже выводится И, соответственно, секреторная, то есть выделительная функция Уже вторичная моча выходит с организма с продуктами азотистого обмена и излишками ионов Если они имеются в организме Также почки участвуют в регуляции артериального давления Немаловажная роль Ну, это эндокринная, так скажем, выработка гормонов И регуляция артериального давления Ренино-ангиотензивная система То есть это целая система, которая регулирует Помогает регулировать центральное артериальное давление в организме человека Одна из функций несет это выработка эритропоэтина Эритропоэтин, он нужен для построения красных кровяных телец Соответственно, если нарушается эта функция То у нас происходит анемия и нарушение образования красных кровяных телец Да, почки все-таки не только выводят токсины из организма А еще и участвуют во многих таких важных для организма функциях А что, доктор, происходит, если функция почек все-таки снижается? В самих почках происходит нефросклероз Так как у нас структурно-функциональной единицей является нефрон в почке По некоторым данным, до миллиона нефронов в почке находится То есть функциональные единицы, которые выполняют эту всю работу Просто они погибают и замещаются в соединительной ткани Нефросклероз сам по себе Это, ну вот, чтобы проще было понять Если вот мы, допустим, травмируем кожную поверхность, кожу И глубоко травмируем И у нас она заживает и образуется шрам Вот то же самое на примере происходит и там Ну, условно говоря То есть рубцовая ткань образуется? Рубцовая ткань, да, склероз образуется, рубцовая ткань И она замещает нормальную функциональную ткань, которая должна быть Соответственно, количество этих нефронов уменьшается Функцию она уже не выполняет в полном объеме, какая она должна быть И, соответственно, уже снижается функция почек То есть токсины в организме остаются? Да, они остаются И бывают такие моменты, когда полностью функция почек уходит И уже она не может справляться со своей работой вообще А по каким вообще вот проявлениям человек может понять, что у него снижается функция почек? Ну, клинически вот есть такое уремия Мы так называем, это общее такое понятие уремической интоксикации Здесь множество симптомов И причем эти симптомы, они очень расплывчатые и могут подходить по другие заболевания Основные из них пациент может предъявлять жалобы на слабость, утомляемость Снижение работоспособности, снижение аппетита Тошнота, это такой один из характерных Постоянный вот тошнит, отвращение от пищи Также у него один из тоже главных симптомов это отеки у пациента Вот это общеклинические такие симптомы, на которые пациент может обратить внимание То есть по большому счету это просто симптомы интоксикации? Симптомы интоксикации, совершенно верно, да Здесь это можно отнести не только к почечным заболеваниям Хорошо, доктор, а по каким причинам все-таки функция почек снижается? Что приводит к гибели нефронов, которые выполняют вот эту очистительную функцию в организме? Ну, есть множество причин Мы их подразделяем как острое повреждение почек Это ОПН И хроническая болезнь почек Это уже хронизация процесса Если мы говорим об остром повреждении почек Это может быть, вот на примере, да, у нас С чем мы сталкивались, встречались Это алкогольная интоксикация Ну, даже суррогаты алкоголя выпитые Такое тоже встречается в наше время А также медикаментозные препараты Ну, бесконтрольный их прием с нефротоксическим действием А какие, например? Например, НПВС Бесконтрольный прием То есть обезболивающие препараты? Астероидные противовоспалительные препараты Бесконтрольный их прием Может привести, они обладают нефротоксическим действием И привести к нефросклерозу Также препараты сахароснижающие Например, Сеофор И при неправильном назначении Или неправильном приеме его То есть в высоких дозировках Тоже может вызвать нефротоксическое действие Оно может быть, это нефротоксическое действие Как обособленное А также оно может накладываться Уже на поврежденную почку То есть ранее пациент уже страдал какими-то заболеваниями Ну, допустим, воспалительного характера Пеил, угломировал нефритами И он принимает препараты То есть он усугубляет свое состояние Не зная о том, что у него уже есть проблемы с почками И вот это может вызвать острое повреждение почек Также может у нас вызвать острое повреждение почек Отравление тяжелыми металлами, например Ну, у нас же есть заводы, которые работают с тяжелыми металлами в Приднестровье В принципе, да, совершенно верно Да, это тоже можно обращать Ну, необходимо обращать на это внимание Также может быть отравление грибами Если мы не знаем, какие грибы, что их правильно приготовить И так далее Токсическое действие Это может быть тоже привести к повреждению почек К острому состоянию Также могут быть какие-то состояния, не связанные вообще с почками Например, кровотечение у пациента Снижается объем циркулирующей крови Падает артериальное давление И почка просто останавливается Это воспалительные Это воспалительные Это гломерулонефриты, пилонефриты Причем это процессы, которые длятся годами Пилонефриты и гломерулонефриты Это заболевания, вызванные инфекцией Эта инфекция может быть как острая, так и с очагов хронической инфекции То есть не связанных напрямую с почками Ну, чаще всего так и происходит Допустим, гланты, да, постоянно обостряющиеся Да, могут быть, конечно Также могут быть кариозные зубы, нелеченные у пациента Это тоже может привести к инфицированию Попаданию инфекции в почку непосредственно И, ну, с током крови через кровоток И уже обсеменение почки вируса Ну, инфекция И, соответственно, уже воспаление Развитие воспалительных изменений И эти хронические воспалительные заболевания Острые, оно переходит в хроническую стадию И так на протяжении, может быть, даже до 20 лет И пациент ничего об этом знать не может И как находка через, там, к 40, к 50 годам У пациента выявляются ХПН То есть почки отказывали? Почки постепенно отказывали, отказывали И наступил дебют, когда они полностью отказали Когда человек уже почувствовал это Да, уже почувствовал, общеклинические симптомы обратился Пациент поступает с одними жалобами Набирается биохимический анализ крови И мы смотрим очевидно креативно повышенные Это продукты азотистого обмена в крови И они завышены, они прям зашкаливают в 10 раз И показания к проведению ургентного гемодиализа Необходимы здесь и сейчас Также часто у нас попадают пациенты С поликистозными заболеваниями Поликистоз почек То есть это носит, причем, заболевание Наследственный характер То есть это может передаваться от родителей к детям То есть вот если уже дети знают о том Что родители попали на диализ Либо у них имеются кисты Они должны внимательно смотреть Периодически делать УЗИ брюшной полости Мочеводелительной системы И мониторить То есть принимать какие-то профилактические меры Наверное, чтобы отсрочить либо диализ Либо вообще не попасть на него Также у нас очень-очень по статистике Много пациентов с диабетической нефропатией То есть сахарный диабет Одним из осложнений Это диабетическая нефропатия сахарного диабета Больные сахарным диабетом, если сахарный диабет вовремя выявить и вовремя корректировать уровень сахара в крови, то всех осложнений сахарного диабета можно практически избежать. По крайней мере, отсрочить пациент их может на длительный период. Если вовремя регулировать сахар в крови, то нефросклероз наступит позже. Если уровень сахара не контролировать, то он будет бесконтрольным, высоким, то, соответственно, это ускорит нефросклероз. Доктор, смотрю, допустим, на наших современных пациентов. Как правило, если назначаются сахароснижающие препараты, люди не считают нужным соблюдать диету. То есть у нас сезон винограда наступает, мы едим виноград, едим арбузы, сахара повышаются. Многие люди боятся переходить на инсулин для того, чтобы скорректировать сахар. То есть это те люди, у которых быстрее прогрессирует почечная недостаточность? Да, совершенно верно. Переральные сахароснижающие препараты, они работают несколько лет. При адекватном подборе этих препаратов, дозировок, и если пациент еще соблюдает диету, как ему расписано, то может чуть-чуть больше. Но с годами вырабатывается резистентность. Переральные сахароснижающие препараты не помогают в той мере, как они помогали на начальном этапе. И уровень сахара постепенно растет. И, соответственно, предлагается пациентам переход на инсулин. Но инсулин – это самое выгодное решение для пациента. Чем раньше он перейдет на инсулин, тем лучше. Да, вы абсолютно правы. Сахарный диабет – это все же такой тихий убийца, потому что люди повышенный уровень сахара, как правило, субъективно не чувствуют. И раз не чувствуют, то, конечно же, не предпринимают мер для того, чтобы его скорректировать. Давайте поговорим тогда о других заболеваниях, которые тоже приводят к развитию почечной недостаточности. Ну вот сахарный диабет, еще раз повторюсь, он около 60-70% занимает моих пациентов в отделении. То есть это очень высокий процент. Попадаются пациенты с аномалией развития мочеводелительной системы. Это редко, но один случай у нас есть такой. И есть такие случаи, как подагра, например. Подагра – это повышение уровня мочевой кислоты в организме. И что это – мочевая кислота с почкой? Она откладывается, она откладывается, и она просто фильтр наш закупоривает. И ничем мы не можем его очистить. Доктор, а пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию, они же тоже поступали на гемодиализ с почечной недостаточностью? Да, были такие пациенты после перенесенной ковид-инфекции. Здесь сам механизм действия ковид-инфекции оказывал влияние. В первую очередь это микротромбозы, которые приводили к ухудшению состояния. И чаще всего это пациенты, у которых уже были проблемы с почками. С Ольгой Гавриловой отправимся в отделение нефрологии столичного госпиталя и узнаем о современных методах исследования и лечения почек. Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Отделение нефрологии. Здесь лечат пациентов с заболеваниями почек и мочевыделительной системы. Диагностика, лечение – все за счет государства. При поступлении сразу в приемном отделении проводится общий анализ крови, общий анализ мочи, который подтверждает, что есть много лейкоцитов в моче, что говорит о воспалительном процессе. Лейкоцитов, бактерий, пациент поступает в стационар. Здесь мы эмпирически подбираем антибактериальную терапию. Стационар снабжет полностью для оказания помощи нефрологическим больным. У нас в настоящее время, в последние годы есть все препараты. Одно из самых опасных осложнений – воспаление ткани почек, пиелонефрит. Острую форму болезни сложно не заметить. Пиелонефриты возникают после переохлаждений, после перенесенных вирусных инфекций, при нарушении мочеиспускания, при нарушениях диеты, иногда при наличии хронических заболеваний лорорганов, при наличии кариозных зубов. Острые пиелонефриты бывают односторонние и двусторонние. Односторонние пиелонефриты чаще бывают при сопутствующей мочекаменной болезни или при каких-то гинекологических заболеваниях у женщин. Острые пиелонефриты, как правило, их исход – это выздоровление. При своевременном обращении к терапевту, и если тяжесть состояния такова, что у пациента очень высокая температура, интоксикационный синдром, таких пациентов госпитализируют в стационар. И если есть необходимость, мы организовываем даже срочные УЗИ внутренних органов, включая почки, для того, чтобы отдифференцировать. Как вы себя чувствуете сегодня? Нормально, да? Мы как раз проведем это исследование, чтобы мы знали, как артериальная гипертензия отражается на сердце. Почки чаще всего не болят. Даже после того, как они полностью отказывают, организм способен еще долго вырабатывать мочу. Симптомы болезни почек чаще смазаны. Их легко спутать с недугами других органов. Например, пилонефрит можно принять за цистит, простуду, радикулит и даже гастрит. Между тем, если вовремя его не обнаружить, он перейдет в хроническую форму, когда консервативное лечение уже может не помочь. Сначала болела эта, которую уже говорят, нет ее, она вся сжала, высохла. Вот. Потом она перестала, перешла больно правую. Светлана Сауленко обратилась в нефрологию, когда почувствовала сильную боль в пояснице и общую слабость. На месте выяснили, левая почка уже почти не работает. Чтобы поддерживать правую, приходится пролечиваться в стационаре. Чистенько, уютненько, хорошо нас кормят, вкусно. Даже не доедаем то, что нам дают. Четыре раза кормят. Я дома никогда четыре раза не ела. И у меня сестры такие отзывчивые, и нянечки, которые убирают. Лекарства бесплатные. И УЗИ там делают, и глазной, и рентген. Все, все мы прошли бесплатно. Светлана Николаевна уверена, что причиной ее недуга стал тяжелый труд. Я так тяжело работала на заводе. Я отработала 40 лет стажа на электромашине. На тяжелой работе работала. И вот. Но чувствовала себя, надо было работать дети, поднимать детей, учить. Мотали катушки. Там 28 килограмм большие катушки. Мы сами поднимались, заправляли в станок и делали катушки на корабли и на самолеты. Светлане Сауленко почти 83 года. Дома, говорит, ждет любимый дедушка Анатолий. Это она так мужа называет. Дедушка ждет дома, да. Уже вот 60 лет, как мы с дедушкой вместе. Светлана Николаевна, ведущая анализы Создавал анализы. И врачам показались анализы не совсем хорошие. И меня участковая врач направила к нефрологу. И я приехал к нефрологу. Наталья Дмитриевна меня приняла и посмотрела. И сказала, что вам надо для профилактики лечь, прокапаться, потому что почки не совсем хорошо работают. Быстрее всего, что это на фоне сахарного диабета. Сахарный диабет – действительно лидирующая причина хронической болезни почек, говорят врачи. Повышенный уровень сахара в крови и гипергликемия напрямую и косвенно через различные биохимические процессы вызывает изменения органа. В развитии диабетической болезни почек важную роль играет также генетическая предрасположенность. Я уже второй раз лежал в начале декабря, и анализы немножко лучше стали. И потом Наталья Дмитриевна направила меня еще раз. И вот неделю лежу еще раз тут. Условия нормальные, хорошие. К врачам претензий никаких нет, врачи хорошие, медсестры хорошие, доброжелательные. Это самые санитарочки умнички, молодцы. По словам нефролога, больше осложнений на почке стало после ковида, так что работоспособность органа стоит проверить всем. Анализы простые, а избавить могут от многих проблем. И еще меньше соли, больше воды и движения. Считается, что активный образ жизни особенно полезен для сердца и сосудов, но и для почек тоже. Если мы мало двигаемся, это приводит к застою мочи. А бактериям становится легче добраться вверх по мочевому тракту и запустить воспалительный процесс. Доктор, когда у пациента отказывают почки, единственный метод лечения – это гемодиализ. Что это за метод лечения? И расскажите статистику по Приднестровью. Насколько много у нас пациентов, которые нуждаются в нем? Гемодиализ – это не единственный метод лечения. Это один из методов лечения хронической болезни почечной недостаточности, болезни почек. Второй метод – это трансплантация почки. Одним из основных методов является совершенно верно гемодиализ. Это заместительная почечная терапия. То есть это аппарат искусственная почка, который выполняет работу почки. Соответственно, пациент подключается, кровь его фильтруется, чистится. И все те же процессы, которые происходят в почках, делает аппарат пациента. Получается, аппарат берет на себя полностью функцию почек человека. А насколько много у нас таких пациентов? У нас в Приднестровье находится порядка 170 пациентов, плюс-минус, на данный момент, которые получают лечение хроническим гемодиализом. То есть пролонгирован длительно. Доктор, давайте поговорим о том, от чего зависит здоровье наших почек. Может быть, нужно как-то изменить свой образ жизни, свой образ питания, питьевой режим, для того, чтобы не допустить развития почечной недостаточности. Да, действительно, для того, чтобы сохранить здоровье почек. И как общепринятые понятия, нам надо вести здоровый образ жизни. Отказаться от вредных привычек, злоупотребления алкоголем, курения, заниматься спортом больше, закаляться и правильно питаться. То есть, по сути, убрать токсическую нагрузку на почки. Совершенно верно. И улучшить кровоснабжение почек. А как питание наше влияет на здоровье почек? Вот одна из закономерностей – это употребление поваренной соли. Это надо ограничить. Доктор, а вот говорят, кето-питание, то есть, это протокол питания, при котором идет избыток мясной еды, жирной еды в рационе, и ограничиваются углеводные продукты, приводят тоже к развитию каких-то проблем с почками. Да, перегруз белковой пищи может привести к развитию. Фильтры в нашей почечной может забить большое количество белка. Может функция почек остановиться. Поэтому чрезмерное употребление белка, ну прям очень чрезмерное употребление, оно может привести к такому. Хроническая недостаточность почек существенно меняет жизнь пациента. Но современная медицина дает возможность улучшить состояние здоровья человека. Отделение гемодиализа столичного госпиталя работает с максимальной загрузкой круглосуточно 365 дней в году. Наблюдение у врача-нефролога помогает продлить жизнь и как можно дальше оттянуть время до гемодиализа. Это заместительная терапия, когда приходится несколько раз в неделю подключать аппарат искусственной почки. У меня находится в отделении порядка 70% всех больных с сахарным диабетом и осложнение диабетической нефропатии. Также есть наследственные заболевания, поликистоз, почек. Также есть пациенты с подагрой у меня, находятся на лечении. Ну, это основная масса таких пациентов. Ну, могут быть попадались, были пациенты, которые находились с аномалией развития мочевыводящей системы и также почек. На каком-то эмбиренальном периоде происходил сбой в зародыши, соответственно, они уже рождались с патологией. Были и такие пациенты. Процедура гемодиализа пожизнена. Ее проводят и в Приднестровье. В год пролечивают до 200 пациентов. Этот метод дорогостоящий. Одна процедура гемодиализа для государства стоит более 100 долларов. 160 процедур в год примерно. Более 20 тысяч долларов один пациент стоит. Государство все оплачивает. В республике всего два отделения гемодиализа – в Рыбнице и в Тирасполе. В Республиканском госпитале ветеранов его открыли в 2006 году. На это отделение самая большая нагрузка. Работают даже ночью. Каждый больной, кому показан диализ, должен проходить процедуру через день по 4 часа. Пациенты, уже попадая сюда, это их жизнь, по сути. Так как у здорового человека почки работают 2-4 на 7, у данных пациентов почки работают 12 часов в неделю. На данный момент у нас на территории Приднестровской Молдавской Республики находится порядка 170 пациентов, плюс-минус получающие заместительную почечную терапию методом гемодиализа, хронического гемодиализа. Снежане почти 50, у нее гломеруланифрит, если проще, высохли почки. Случилось это, когда женщине было 29, перенесла грипп на ногах, теперь 21 год на гемодиализе. Говорит, раньше такие, как она, были обречены. Жизнь женщине спасает гемодиализ. Знаете, как говорят, диализ – это не болезнь, это образ жизни. Мы живем, как обыкновенные люди. Мы кушаем, празднуем все, а сюда мы приходим и очищаем кровь. И благодаря тому, что нам качественно делает диализ, мы столько лет живем. У нас молодой коллектив врачей, но они очень хорошие специалисты. И сестры у нас хорошие, очень хорошо колят, потому что, видите, у нас одна рука и постоянно в одну и ту же руку колят. Раньше мы крутились на фрезеневских четверки аппарате, сейчас мы крутимся на фрезеневских пятерки аппарате. Более лучше глубокая очистка идет. Это лучшее состояние здоровья. Не так кости, опорно-двигательная система не так разрушается. Я сейчас, это грубо сказать, не обалдею. Я живу для себя. Я утром встаю, я радуюсь, что я вижу это белое солнышко, белый свет, Новый год. Я этому радуюсь, потому что, если бы не было аппарата, я бы давно была в могиле, в 29 лет. Противопоказания практически никаких нет, кроме того, что острый инфаркт миокарда в острейшей фазе. Также может быть инсульт в остром периоде, геморрагический особенный, ну, любое, как бы, но геморрагический еще опаснее, потому что мы в процессе работы используем гепарин, как антикоагулянт, то есть мы можем усилить кровотечение, так сказать, из геморрагии, и психические заболевания, когда пациент не может спокойно находиться в положении лежа. Система водоочистки – сердце отделения. Оно качает воду для подачи на искусственную почку. Без воды орган, даже искусственный, не работает. То есть без этого отделения нельзя? Совершенно верно. То есть, если здесь какие-то механические сбои, еще какие-то моменты категорически нет, вот из-за вот этого помещения, поэтому все это стационарно находится. Такой объем очистки воды мы не можем предоставить, ну, так скажем, в мобильных условиях. Чтобы вы понимали, один аппарат за 4 часа поглощает, ну, потребляет около 140 литров воды очищенной. Всего в отделении 15 аппаратов. Достали и резервные. Они пока работают в коридоре. Пациентов много, места в отделении мало. Проблему решит расширение. Сейчас как раз этим и занимаются. Под гемодиализ выделили еще одно помещение. Сейчас там ремонт. Помог фонд к оффложении. Начаты строительные работы, и некоторые строительные работы проведены. Вскрыты, залиты полы, проведена электрика. В данном зале будет установлено 7 аппаратов и точек подключения к ним, соответственно. То есть это по электричеству, по канализации, по водоснабжению пермиатом для диализа. Таких залов будет 2, один на 7, другой на 6 аппаратов. То есть суммарно мощность увеличится плюс на 13 аппаратов. Так уже к лету отделение гемодиализа в Республиканском госпитале ветеранов займет целый этаж и сможет принимать в 2 раза больше пациентов. Говорят, что для того, чтобы сохранить здоровье почек, нужно пить большое количество воды. Вы как доктор, который занимается лечением почечной недостаточности, как считаете? Ну, мое мнение, что у каждого человека своя норма. То есть сколько ему необходимо жидкости, столько он и выпьет. По требованию организма. У каждого организма своя норма. Если мы будем насильно заставлять себя пить 2 и более литра воды в сутки, мы просто будем нагружать почки, и они будут больше работать и фильтровать. Соответственно, высокая нагрузка может привести к механизму сбоя и вылету унифронов. Будут почки работать на износ. Качество воды немаловажную роль играет в жизни человека. Вода у нас тоже должна быть сбалансированной по ионному составу и не нагружены металлами. Но есть регионы, где вода нагружена очень сильно металлами, и это все тоже оседает, к сожалению, в почках. То есть забивает опять же фильтры. То есть моя рекомендация – пить бутылированную воду, либо фильтрованную в домашних условиях. Доктор, скажите, а почки вообще болят? Потому что многие люди, как только почувствуют, там тянет в пояснице какие-то болевые ощущения, сразу говорят – это почки болят, и, конечно же, бегут на дообследование. Болит их капсула, которая их окружает. Но должны быть определенные условия, при которых эта капсула перерастянется и начнет болеть. Когда болит поясница, не всегда это соответствует, что это боли, связанные с почками. Чаще всего это связано с неврологическими заболеваниями. То есть это протрузии межпозвоночных дисков, грыжи, различные локализации, радикулиты и тому подобное. Почка будет болеть, капсула ее будет болеть при перерастяжении. Чаще вызывается гидронефрозом. Причина гидронефроза – это мочекаменная болезнь. Доктор, скажите, а как отвары трав влияют на здоровье почек? Потому что у нас много людей, хотят как печень почистить, так и почки. Ну, это относится к народной медицине. Почечные чаи, сборы, трав – это просто стимуляция. Происходит легкий диуретический эффект. И как бы ничего такого… Почку они не чистят. Не чистят они почку. И такого понятия нет – почистить почки. Почка сама себя чистит, выводит то, что не надо с организма. Это ее прямая функция. Доктор, скажите, а человек может жить с одной почкой? Ведь известны случаи, допустим, когда родственники отдают свою почку, допустим, для трансплантации. Или человек просто там дорожно-транспортное какое-то происшествие теряет почку. Может ли человек жить с одной? И как долго, и может быть, что он должен предпринимать для того, чтобы сохранить свою единственную почку здоровой? Да, такие случаи бывают. Есть пациенты с единственной почкой, они ходят, наблюдаются. Ну, суть заключается в том, что так как почки парные органы, выполняют равномерную нагрузку, соответственно, при определенных обстоятельствах лишения одной почки, всю функцию берет на себя оставшаяся работающая почка. Но рано или поздно эта почка тоже откажет. Она не может выполнять всю жизнь нагрузку за двоих. У меня есть такой пациент, ему 80 лет. В 20 лет его прооперировали по поводу вторично сморщенной почки. Просто как очаг инфекции мы убрали ее. И вот с 20 до 80 лет он прожил с одной-единственной почкой. Уже возрастные дегенеративные изменения, а также плюс уже нагрузку, которую несла всю эту жизнь одна-единственная почка, она уже не справилась, к сожалению. И он попал на диализ. Доктор, определенный контингент людей занимаются так называемой уринотерапией. Что вы скажете по этому поводу? Здесь просто надо немножко логически помыслить. Те пациенты и люди, которые принимают это, должны понимать одну простую истину. Все, что выходит из нас, это не нужно нашему организму. Это продукты обмена, распада азотистых оснований, лекарственных метаболитов, которые не должны находиться. Организм избавляется от этого. И, соответственно, это обратно запихивать себя внутрь не стоит. Да, доктор, благодарю вас. Вы расставили очень важные акценты, как можно сохранить здоровье почек. Задача максимум – сохранить работоспособность жизненно важного органа. Пациенты зачастую даже не подозревают, что почки начали давать сбой и обращаются к врачу, когда точка невозврата уже пройдена. Чем раньше будет установлен диагноз, тем больше шансов на успешное лечение и сохранение функции почек. С вами была программа «Здравствуйте!» Мы есть на сайте Первоприднестровского в социальных сетях и Ютюбе. Берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова